Всем привет мои дорогие друзья я рад вас приветствовать в новом ролике хочу вас предупредить если хотите больше контента заходите на бусте там все на неделю вперед кроме Человека-паука там на несколько недель хватит также если хотите узнать расписание выхода серии то заходите в мой ТЛИ и ГРАИМ канал там есть фотографии когда будет выходить из серии в каком порядке если быть точнее также у меня есть Дискорд скорость сервер где вы можете со мной поговорить в Телеграме тоже что ж я сказал все что хотел переходим к ролику есть Гвин нацепившись от потолка полезла под свою кровать и достала из нее черную спортивную сумку из которой на свет появился знакомый мне костюм Гвин Паук я должна составить резюме понятия не имею как вступать в супергеройскую команду у тебя есть паучьи силы потрясающе отмерла пенни ты ведь не только цепляться умеешь верно повышенная сила ловкость а паучье чутье у тебя есть может есть какие-то другие способности да 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 и нет ответила Гвин слегка сбитая с толку напором пенни которая до этого вела себя довольно скромно пока девушки сравнивали свои силы я размышлял наличие у Гвин способностей многое меняло вторая девушка паук могла сделать нашу команду еще более грозной а учитывая с кем нам предстоит иметь дело любая помощь лишней не будет часть меня все еще беспокоилась за ее жизнь но объективных причин отказывать больше не было можно конечно надавить на ее неопытность и заставить остаться в безопасности но не нужно быть гением чтобы понять что она меня банально не послушает и попреться сама лучше уж сразу идти всем вместе леди я очень рад что вы нашли друг друга но нам нужно спешить огромные ящерицы ждать не станут прервал я их дискуссию хотя скорее спас стейси от пышущей научным энтузиазмом паркер редко можно увидеть ее такой мы не знаем где она сказала оторвавшаяся от гвин пенни но можем предположить где она появится я тут подумал кое о чем пока вы работали над сывороткой ящерица сказала что ее цель это превратить всех людей в себе подобных но не будет же она бегать по городу и шприцевать каждого встречного я взял оставленный в кресле ноутбук и показал экран девушкам это аппарат ганали разработан аскорпом если загрузить в него препарат он выделит облако способное покрыть весь город им так и не воспользовались из-за опасения что он может быть использован как оружие но никаких данных о ликвидации нет так что скорее всего он так и стоит аскорпи девушки склонились над экраном и принялись изучать содержимое статьи по мере прочтения лицо гвин все больше и больше хмурилась пенни скорее всего от нее не отставала я их понимаю это устройство было буквально создано для того чтобы превратить текущую ситуацию из просто сложной в катастрофическую об этом аппарате я помнил из фильмов с эндрю гарфилдом не было никаких гарантий что он существовал здесь но я предпочел проверить и не прогадал был даже шанс что аппарат существует но о нем нет информации в сети однако мне повезло аскорп провел публичную презентацию своей разработки после которой его и раскатали различные правозащитники нам нужно спешить если доктор коннорс получит этот аппарат то последствия будут ужасными гвин казалось уже сейчас готова была броситься к башне аскорпа черт мы потратили слишком много времени на антидот что если она уже там притормози нам все еще нужны шприцы охладил я девушку тебе еще нужно периодицей паучок я думаю нам стоит подарить гвин веб шутеры паркер на мое предложение просто кивнула к сожалению с собой их у нас не было надо бы взять за привычку носить с собой запасную пару на крайний случай у пенни были рабочие образцы дома значит так я схожу за веб шутерами так быстрее а вы пока сходите за шприцами и пусть гвин переоденится деньги на них хоть есть поинтересовался я есть стейси выудила из кармана джинсов бумажник и пересчитала в нем купюры дальше мы старались действовать как можно быстрее не было никаких гарантий что ящерица появится сегодня да и реагентов для сыворотки у нее пока быть не должно однако мы сошлись на том что лучше уж побегать впустую чем проявить халатность и получить пришествие динозавров сбегать до дома пенни за веб шутерами с моими силами было плевым делом гвин пока еще в гражданском за это время сбегала в аптеку за шприцами после того как она переоделась я перенес нас троих из квартиры и стейси получила краткий инструктаж по использованию веб шутеров девушка освоилась довольно быстро до уровня паркер ей было еще далеко но все же вполне прилично гвин была в явном восторге от подарка думаю что не будь ситуация такой серьезной она с удовольствием бы полетала по городу но времени у нас не было так что пришлось обойтись всего лишь короткой тренировкой мы все же опоздали коннорс была уже тут в отличие от двух бедных женщин из университета здесь ее встретила куда более многочисленная профессиональная и банально лучше вооруженная охрана аскорпа однако лучшего результата они показать не смогли регенерация рептилии сводила на нет все попытки ее подстрелить а кроме огнестрела обычные люди ничего не могли ей противопоставить однако они все еще удерживали ее в вестибюле что играло нам на руку она еще не добралась до аппарата гонали что облегчало задачу и немного успокаивало попробовал закончить все одним ударом я переместился за спину ящерицы и тут же чуть не отхватил хвостом по роже что это за реакции у нее тоже паучье чутье ах какая встреча мальчик снова пришел попортить мне планы коннорс была на меня зла о чем явно свидетельствовали рычащие нотки в голосе отвечать мне не потребовалось в дело вступили пенни и гвин попытавшись замотать ящерицу в паутину я поддержал этот порыв но результата он не принес коннорс рвала ее с поразительной легкостью бросив бесплодные попытки и я снова переместился ящерице за спину коннорс резво развернулась и попыталась насадить меня на когти но меня там уже не было быстро сориентировавшаяся пенни влетела двумя ногами ей в голову гвин тоже столбом не стояла и пнула нашу дезориентированную после удара в голову противницу под колено коннорс взрывыла от ярости все больше напоминая настоящего динозавра и бешено замахала когтями селясь достать хоть одного из нас но безуспешно девушки были слишком ловкими чтобы попасть то а я просто хорошо мог держать дистанцию ну ну хорошая ящерка давай позволь нам сделать укольчик и тебе сразу станет легче доводила соперницу пенни затыкнись взрывыла ящерка и швырнула в девушку стойку регистрации от которой то легко уклонилась как вы не понимаете что стоите на пути создания нового лучшего мира я предпочитаю мир в котором у меня не будет лишней чешуи спасибо отшутилась гвин а я дурак не хотел верить в заговор рептилоидов а оно вот как оказывается новый мир строит поддержал я девушек коннорс видимо поняла что мы не проникаемся величием ее идеи и бросилась в новую атаку на гвин стейси быстро отскочила в сторону а в спину ящерицы прилетела стойка регистрации которую любезно вернула пенни ситуация складывалась откровенно патовая рептилия не могла нас достать мы были достаточно быстрыми чтобы в нужный момент разорвать дистанцию а девушки и вовсе легко могли сбежать на потолок и оказаться вне зоны досягаемости однако и нам по сути было нечего противопоставить коннорс паутину она легко рвала а мои шокеры хоть и делали больно но хоть сколько-нибудь существенного урона не наносили уцелевшие сотрудницы а скорпа нам на помощь не спешили заняв позицию возле лифтов и лестниц чтобы не пропустить ящерицу дальше в случае нашего поражения а вот от полиции не было ни слуху ни духу они ее не вызвали интересно почему в любом случае по нам они не стреляли и то хорошо я потратил немного времени чтобы переправить к ним их раненых товарок мы с девушками неплохо сработались каких-то головокружительных комбо мы не проворачивали но друг другу особо не мешались и неплохо дополняли атаки друг друга думаю если поработаем вместе долгое время то станем отличной командой это уже была битва на истощение и я сильно сомневался что ящерица устанет раньше нас к тому же она не сдерживалась в своих атаках явно намереваясь нас убить мы себе такой роскоши позволить не могли да и нечем нам было ее убивать однако этого и не требовалось нужно было всего лишь продержать ее на месте достаточно времени чтобы успеть выколоть антидот пока коннорс увлеклась гвин я переместился к пенни и прошептал ей пару слов девушка кивнула соглашаясь с моей идеей все выглядело повторением нашей первой комбинации я прыгнул за спину коннорс и отвлек ее на себя паркер продолжилась издев ящерицы по мордасам гвин хоть не была посвящена в мой план все равно не подкачала на манер пенни врезавшись двумя ногами в спину коннорс после обоих ударов рептилия ощутимо пошатнулась но на ногах устояла не растерявшаяся пенни выстрелила паутиной в обе ноги коннорс и с силой дернула на себя ящерица повалилась и именно этого мы и ждали паркер быстро раздавила в руках веб-шутеры которые я ей передал и бросила их к рукам упавшей противнице больше ничем не удерживаемая паутина вспенилась и плотно приклеила руки рептилии к полу гвин видимо поняла что мы затеяли и выстрелила из своих веб-шутеров по ногам коннорс она вырвется это лишь вопрос времени по сути этого банк если бы план провалился то ситуация стала бы для нас гораздо хуже но я действительно не видел другого выхода пришлось рискнуть перемещаюсь и оказываюсь на спине у коннорс я успел выколоть ей шприц и ввести антидот прежде чем хвост отбросил меня в сторону благо удар был не очень сильным скорее всего будет пара синяков и царапин но ничего критичного вроде бы нет рэйвин обеспокоенно выкрикнули обе девушки я в порядке подтверждаю свои слова поднимаясь на ноги ящерица тем временем все же смогла вырваться еще более злая чем была до этого но все было уже кончено антидот подействовал быстро и коннорс стремительно теряла в росте превращаясь обратно в человека дождавшись когда женщина очеловечиться достаточно чтобы не представлять опасность но не настолько чтобы ее можно было узнать я переместился к ней и перенес нас на ближайшую крышу на всякий случай я тут же разорвал дистанцию с женщиной но этого не требовалось практически сразу как я от нее отошел она потеряла сознание и растянулась на крыше я выдохнул это было сложно очень на грани фола я бы сказал но мы справились и это главное еще много над чем предстоит поработать но сейчас почему бы просто не насладиться победой со стороны я наверно выгляжу довольно нелепо стою на крыше и рассуждаю о супергеройских делах пока рядом валяется голая женщина без сознания доктор коннорс девушки добрались до крыши и гвин первым делом бросилась проверять состояние своего куратора ты точно цел подошла ко мне пенни точно успокаиваю щекиваю девушки паркер хотела еще что то сказать но была прервана в нас влетела бело черная ракета и сгребла нас обоих в сокрушительные объятия спасибо вам обоим прошептала гвин вы не представляете сколько это для меня значит ну будет тебе я ободряюще похлопал стейси по плечу нам предстояло еще немного работы нужно было доставить коннорс в безопасное место и выяснить куда она дела напарницу рокси но в целом миссию ящер можно считать успешно выполненной 18 плюс сказать что доктор коннорс была в шоке от своих действий когда очнулась значит сильно преуменьшить женщина была еще очень слаба так что вскоре снова потеряла сознание мы едва успели вы спросить у нее куда она спрятала меган мы помогли гвин переместить корнелию домой и отправились на поиски напарницы рокси дело надо сказать было не таким уж и легким пребывающая в полубессознательном состоянии коннорс смогла указать только улицу под которой была ее логова соответственно нам с пенни пришлось немного побродить по канализации второй раз за неполные сутки насладиться местными ароматами однако наши поиски все же увенчались успехом мы нашли меган целый и невредимый страху она конечно же натерпелась и провела примерно 10 часов без еды и воды но это было не критично на всякий случай мы доставили ее в больницу больше для перестраховки чем из реальной необходимости так что дело можно считать официально закрытым ночевать я попросился к пенни маму я уже предупредил что не приду домой на ночь да и после всех приключений я был побит и от меня несло потом и канализацией заявись я в таком виде домой и бедную аманду удар хватит пенни была рада пустить меня к себе мы приняли душ по отдельности оба слишком устали для флирта и развратных игр спать мы легли вместе на одной кровати девушка предлагала мне комнату для гостей но я отказался для шелостей не было сил ни моральных ни физических но я не мог отказать себе в удовольствие поспать в объятиях красивой девушки пенни она проснулась уже вечером ничего удивительного учитывая тот факт что легли они уже ближе к утру лежащий на прикроватной тумбочке телефон услужливо подсказывал 19 часов 6 минут куда-то идти было уже поздно можно конечно было отправиться в очередной супергеройский патруль но после вчерашнего они явно заслужили небольшой перерыв к тому же к своему стыду она должна была признаться себе что перспектива остаться лежать в кровати обнимаясь со своим почти голым парнем была куда более привлекательной чем влезть в костюм и отправиться на поиски очередных приключений ее кровать была не очень большой поэтому им приходилось спать довольно плотно прижавшись друг к другу сэм не озаботился тем чтобы надеть что-нибудь кроме трусов когда ложился спать так что она в полной мере могла ощутить тепло его тела она тоже спала в нижнем белье спать в лифчике было очень неудобно но она побоялась одеть свою пижаму вдруг он бы посчитал ее слишком детской так что ее милая пижамка с щитами капитана америки осталось лежать в шкафу также она чувствовала что в ее ногу уперлось что-то твердое статьи в интернете посвященные отношениям с парнями и конкретно сексу не поддавались исчислению так что она знала что у мужчин бывает стояк во время сна но что ей с этим делать мысль продвинуть их отношения еще дальше была невероятно соблазнительно пока что они не заходили дальше ощупывания и обмена пикантными фото однако подходящее ли сейчас время десять часов назад они были на грани смерти может не стоит лезть к нему с сексом сразу после этого а ее девственность вдруг ему неприятно будет видеть кровь может следовало использовать игрушку чтобы избавиться от нее а если он захочет анал она к этому совершенно не готова пенни тряхнула головой от гония панические мысли сэм всегда был добрым и понимающим даже слишком понимающим даже если он не захочет сейчас то вряд ли их отношения прервутся так что стоит рискнуть с трудом веря в то что делает она потянулась к его трусам и спустила их давая свободу его твердому члену большой не настолько чтобы доставить девушки дискомфорт но все же довольно приличный гигабайты просмотренного порно подсказывали ей что делать дальше но она была осторожна в интернете часто описывались ситуации когда девушки путали свои знания полученные из порно с реальным опытом в сексе попытка повторить за опытными порно актрисами могла привести к тому что будет некомфортно и ей и парню к тому же не стоило сразу бросаться своей киской на член на член я даже не прикоснулся что она почувствует если этот член войдет в нее сэм проснулся на член на член вверх Кто сказал, что неумелой Минетт это неприятно? Я был готов горячо оспорить это утверждение Да, Пенни была не очень умела и немного задевала мой ствол зубами, но моральное удовольствие от наблюдения за тем как она старается сделать мне приятно перевешивало все недостатки Я протянул руку и погладил девушку по голове, выражая свое одобрение ее действием Хорошо ее зная, могу с уверенностью сказать, что ей было нелегко решиться на такой ход, так что моя поддержка была важна Это далеко не первый мой Минетт, но определенно самый страстный Пенни училась очень быстро Со временем, я все реже и реже чувствовал зубы на своем члене, а вот удовольствие становилось все сильнее Паркер все ускорялось и приближение оргазма не заставило себя ждать Пенни, я сейчас кончу Мои прошлые девушки по-разному реагировали на сперму у себя во рту Некоторым нравилось, но все же большинство находило это довольно неприятным, поэтому я посчитал необходимым предупредить ее Однако, она и не подумала замедлиться, или отстраниться Наоборот, усилила свой напор и, когда я кончил, полностью приняла мою порцию спермы в свой рот Проглотив ее, она, явно почерпнув эту идею из порно, открыла свой рот и показала, что в нем ничего не осталось Тебе понравилось? Нерешительно спросила Пенни Еще бы, это был лучший способ сказать, доброе утро, я был доволен как кот, обившийся сметаной и даже не думал это скрывать Несмотря на то, что я только что кончил, мой дружек и не думал становиться мягким Обычно мне требовалось некоторое время для перезарядки, но в чем преимущество местных мужчин, над своими собратьями из моего мира, так это в сексуальной выносливости Необходимость удовлетворять целый гарем к этому располагает Хочешь продолжить? Спросила Пенни тоже заметившая, что я еще твердый Иди ко мне, я поманил девушку пальцем Когда она приблизилась, я быстро избавил ее от лифчика и, уложив ее на спину, проделал тот же трюк с трусиками Некоторое время я просто ласкал ее тело руками Хоть она не нуждалась в дополнительной стимуляции и уже была аномально влажной, ничто мне не мешало просто наслаждаться процессом Пенни была не самой фигуристой девушкой, но очень стройной и подтянутой Готово Спросил я, устроившись у нее между ног Пенни кивнула, закусив губу и я приступил к проникновению Ее киска была очень узкой, но обильное количество смазки значительно упрощало дело Я входил аккуратно, стараясь свести ее болевые ощущения к минимуму Когда мой член уперся в преграду, я посмотрел девушке в глаза и, получив еще один подтверждающий кивок Одним резким движением забрал невинность Пенелоп и Паркер Пенни коротко вскрикнула, но в скором времени призвала меня продолжить двигаться Отказывать ей я не собирался Начинал я медленно, частично из желания уменьшить ее болевые ощущения, а частично желая подольше насладиться ощущениями, которые мне дарила ее узкая дырочка Мои руки и рот тоже не остались без дела, вовсю исследуя ее тело Я целовал ее губы, шею, ключицы, пока моя рука ласкала ее грудь Приблизив губы к ее соску, я обвел его языком, перед тем как обхватить его губами О боже, Сэм, стонала Пенни Паркер наверное была самой страстной девушкой из тех, что у меня были, приятно было слышать своими ушами доказательства тога, что твои старания окупаются и партнерши так же приятно как и тебе Мои движения бедрами все набирали обороты Я вонзался внутрь девушки все быстрее и сильнее Очередной оргазм подбирался все ближе и я был не в силах его удержать И краткий ях, неожиданно выкрикнула Пенни Она кончила раньше меня Я конечно знал, что девушки в этом мире легче возбуждаются и соответственно быстрее кончают, но все равно был удивлен К тому же, это был ее первый раз Одна подруга как-то говорила мне, что оргазм во время первого секса для девушки нереален Впрочем, возможно физиология местных девушек наложилась на мутации, поэтому Паркер так легко перенесла боль от первого раза Мой собственный оргазм тоже сильно не отстал Буквально через десяток секунд после того как Пенни кончила, я наполнил ее нутро своей спермой Я люблю тебя, прошептала мне Паркер, когда я прилик рядом с ней, чтобы отдохнуть Мы явно на этом не закончим, но мне нужна минутка, чтобы отдышаться Я тебя тоже Привет, красотка, проводить тебя до дома Весь вчерашний вечер я провел у Пенни, предаваясь постельным утихам, так что домой вернулся только ближе к ночи Мама была не очень довольна моими загулами, но скандал устраивать не стала Эх, тяжело быть супергероем, когда дома тебя ждет чрезмерно заботливая мамочка Представить боюсь, что будет когда она узнает чем я занимаюсь, не могу сказать, что жду этого разговора с нетерпением Можно конечно понадеяться на то, что тайна навсегда останется тайной, но я бы на это не рассчитывал Сейчас же у меня была важная миссия по вербовке В Суматахе позавчерашней ночи мы совсем позабыли обменяться контактами Гвин, как оказалось, была на ногах уже двое суток, а для меня, обделенного какими-либо физическими улучшениями, даже одна бессонная ночь далась довольно трудно Пока была опасность, меня поддерживал адреналин, но как только кризис миновал, я сразу почувствовал себя как выжатый лимон Поэтому, мало удивительного в том, что мы хотели побыстрее закончить с делами и отправиться на заслуженный отдых В целом, это не было проблемой Я знал, где она живет и учится, так что без труда подкараулил ее после занятий в университете Пинни со мной не было, она отправилась в Дейли Бьюгл, чтобы продать фотографии Инцидент с ящерицей заснять не получилось, не до того нам было, но фотки наших разборок с бандитками получились очень даже неплохими А... ты мне... Удивленно хлопнула глазами Стэйси Ну да, я выбрал не лучшую фразу для начала разговора Откуда у меня эта страсть к неуместным хохмам? Отпинни, наверное, заразился, она вечно что-то отмачивает, пока в костюме Тебе, тебе, в принципе, она меня могла бы и по голосу узнать, но я решаю облегчить ей задачу, наклоняюсь к ее ушку и тихонько шепчу Кар Ты же... Умная девочка, догадалась, но не стала произносить вслух Занятия уже закончились, а мы стояли прямо у университетских ворот, так что мимо нас проходило довольно много студентов, спешащих на свободу Сэм, меня зовут Сэм Прогуляемся Девушка кивнула и мы отправились подальше от любопытных глаз и ушей студентов Аншлага мы, конечно, не вызвали, но немного внимания привлекали Все же мордашка мне досталась весьма смазливая, но я бы не удивился, если бы узнал, что часть этого внимания была адресована Гвин Однополые отношения между девушками были очень распространены в этом мире, а Стэйси была просто безумно привлекательна Красивая блондинка с серыми глазами и потрясающей фигурой Что еще надо для счастья? Ее физические достоинства я успел оценить пока она красовалась передо мной в своем обтягивающем супергеройском костюме Да и сейчас, пусть верхняя часть была прикрыта довольно свободным худи, узкие джинсы очень выгодно подчеркивали нижнюю Как там доктор Коннорс? Спросил я, когда мы отдалились от массы людей Взяла больничный, погруз Нелла Гвин, физически она в порядке, но я думаю ей нужно время, чтобы смириться с тем, что она сделала и с тем, что собиралась сделать Она справится, я уверен, подбодрил я девушку, по крайней мере Кертис Коннорс всегда справлялся, вы столько шли к своей цели, будет жалко остановиться сейчас Погоди! Ты про сыворотку! Хочешь, чтобы она продолжила исследование? Серьезно! Гвин посмотрела на меня так, будто у нее появились серьезные сомнения в моих умственных способностях А почему нет? Пожал я плечами, первый образец у вас вышел неудачным, но я сильно сомневаюсь, что препарат подобного уровня можно создать с первой попытки К тому же, я уверен, что доктор Коннорс усвоила урок и больше не будет так спешить Хм, может ты и прав, как-то неуверенно протянула Гвин Она явно не убеждена и я не могу ее винить Сам до конца не уверен, что советовать им продолжить разработку, это хорошая идея Однако, положительный результат, если он может быть достигнут, будет стоить всех рисков Нам просто нужно держать ухо в остро и не допустить очередного пришествия ящера Впрочем, настаивать я не собирался, они, ученые и всяко лучше меня разбираются в вопросе Если решат, что риск итога не стоит, то я это приму Ну да ладно, я решил наконец-то перейти к цели моего визита, я искал тебя совсем не за этим А зачем же? Мрачное настроение Гвин куда-то испарилось и теперь ее губы украшала игривая улыбка Ты знаешь, обычно девушка зовет парня на прогулку, а не наоборот Ой, значит ли это, что ты собиралась позвать меня на прогулку? Ее улыбка была встречена моей Как знать, Гвин неожиданно взяла меня за руку Итак, о чем ты хотел поговорить? Честно говоря, такой агрессивный флирт со стороны девушки вводил меня в небольшой ступор Конечно, это мир оставил свой отпечаток и на моих отношениях с Пенни, но из-за застенчивости девушки они все же были довольно близки к тем, что я привык Однако, кто я такой, чтобы жаловаться? Горячая блондинка хочет позаигрывать со мной Как будто я буду против Это непривычно, но все же приятно О твоем резюме, надеюсь ты успела его составить Резюме Ты говоришь, а? Да, Гвин, поддавшись желанию добавить немного драматизма, беру ее руку своими двумя и проникновенно смотрю ей в глаза Мы были вместе недолго, но я чувствую, что мы созданы друг для друга Скажи, ты хочешь вступить в нашу команду? Может я немного перегибаю палку, но заолевшие щеки Гвинтога стоили Стэйси куда уверенней Пенни, тот факт, что она первая взяла меня за руку уже о многом говорит, но ее все же оказалось легко смутить Судя по всему, парня у нее нет и вряд ли она имеет с ними большой опыт, если вообще имеет В этом мире недостаточно быть красоткой, чтобы иметь успех у мужчин Меня все еще беспокоила ее возможная смерть, но она и так собиралась стать героем, это было заметно по уже готовому костюму Действуя вместе мы значительно снизим риск смерти, причем не только ее, но и всех нас Пенни тоже была не против ее вступления, хоть и не смогла поучаствовать в приглашении лично К тому же, мне кажется ей хотелось иметь подругу с сопоставимыми знаниями и интеллектом Как бы я ни старался, но поддержать разговор на большинство интересующих Паркер тем, был пока не способен Конечно, обрадовалась Гвин, я и сама хотела вас найти, но понятия не имела как это сделать Да, этот момент мы бездарно прошляпили Но мы только начинаем, еще научимся держать все мелочи и нюансы под контролем в стрессовых ситуациях Главное, это научиться до того, как нам придется за это поплатиться Пенни Она шла по коридорам офиса, да или Бьюгл, предвосхищая очередную порцию колорита, которым Джази Джеймсон щедро одаривала всех окружающих А, ты как раз вовремя, неожиданно радушно поприветствовала ее Джази, едва она пересекла порог кабинета Знакомьтесь, мисс Харди, это Петра Паркинсон, наш лучший фотограф, она прекрасно подойдет вам Помимо Джеймсон в кабинете находилась удивительной красоты девушка Необычного, почти белого, цвета волосы, зеленые глаза в которых плясали искорки веселья Все в ней буквально кричало о том, что она представительница высшего класса Если тот факт, что Джази внезапно стала воплощением радуши, а не говорила-то об этом достаточно ясно К тому же, пусть сама Пенни и не была богата, общение с Габриэлой ее кое-чему научило Она узнавала дорогую одежду, когда видела ее А гостья хозяйки, да или Бьюгл, была одета очень роскошно Я, Пенелла Папаркер, она была здесь всего один раз, так что неудивительно, что Джона не запомнила ее имя, но выдумать совершенно другое на ходу было ужасно грубо Ой, вы не знаете как зовут вашего лучшего фотографа, миссис Джеймсон Мисс Харди казалось это позабавило, и вы уверены, что она справится Девочка хотя бы школу закончила Девочка Да это мисс Харди выглядела старше ее максимум на пару лет Ну что вы, мисс Харди, это была всего лишь небольшая шутка, отмахнулась Джеймсон, и не смотрите на возраст, девочка, настоящий профессионал Талантище Пенелла Па, ты принесла фотографии Ну же, покажи их мисс Харди, пусть посмотрит на твою работу Вот, Пенни протянула девушке конверт с фото Вы только посмотрите, какой свет, какой ракурс, Джози вскочила из-за своего стола и подошла поближе, чтобы тоже увидеть фотографии, блестящая работа, Пенелла Па, как насчет тысячи долларов Тысяча долларов В прошлый раз ей пришлось торговаться за 450 долларов А ведь это были первые фотографии девушки Паук и Рэйвина, снятые в хорошем качестве Последующие должны были быть куда дешевле Она понятия не имела, кто такая эта мисс Харди и почему Джеймсон под нее так стылится, но уже готова была простить ей, девочку, и еще пару будущих прегрешений Хм, действительно, весьма недурно, задумчиво протянула блондинка, это же те новенькие герои, что недавно нашумели в главном офисе, Аскорб Как тебе удалось все это снять? Просто увидела их, когда шла по улице и проследила, ответила Пенни, стараясь звучать как можно более непринужденно Вот как А ты весьма интересная, не так ли? Улыбка Харди стала еще слаще, миссис Джеймсон, я думаю она нам подойдет Подойду для чего? Пенелла Па, это Фелиция Харди, дочь Анастасии Харди, основательницы одноименного фонда Они организуют благотворительный бал, который пройдет в моем доме и на который ты приглашена в качестве фотографа, пояснила ей Джеймсон Бал состоится через неделю, продолжила Фелиция, а Дэня поприличнее и можешь пригласить своего мальчика, или девочку, если они у тебя есть Миссис Джеймсон, на этом все, я обсудила все необходимые вопросы и поэтому откланиваюсь До встречи, Петра До свидания, Фели Сити, подивившись своей дерзости ответила Пенни На секунду она пожалела о своей дерзости Девушка явно была не из бедных и могла доставить проблем Богачи бывают ужасно злыми и мстительными, одна Флер Томпсон чего стоит Однако, Харди совершенно не разозлилась Наоборот, ее улыбка стала какой-то подозрительно довольной Пенни не могла не почувствовать, что ввязалась в игру, в которой не в силах победить Прошла всего пара дней, но уже можно было сказать, что Гвинн вписалась в нашу команду как влитая Боевой выход с тех пор у нас был только один, но результаты уже значительно улучшились Даже простые патрули стали куда эффективнее из-за большей зоны охвата, а о разборках с бандитками и говорить нечего У них и против меня и Пенни шансов было немного, а когда к нам присоединилась вторая девушка-паук, то они и вовсе испарились Конечно, нам с Пенни пришлось стать поздержанные, чтобы Гвинн чувствовала себя комфортно Всегда неловко быть третьим лишним, так что всякие нежности мы оставляли до тех пор, пока не окажемся наедине Мои же отношения со Стэйси пока что держались на уровне приятельских Мы довольно неплохо провели время прогуливаясь и дожидаясь, когда Пенни вернется из Дейли Бьюгл, но дальше этого пока не заходило, торопиться было некуда По сути, я уже поспешил, когда начинал отношения с Паркер, было большой удачей, что мы так хорошо поладили Не сложись у нас и девушка-паук могла бы и вовсе не появиться, а это было бы очень плохо Однако, не все здесь зависело от меня В этом мире никто и не ожидает, что парень будет делать первые шаги, если Гвинн действительно заинтересована, то вполне возможно, что в скором времени она сама сделает ход Не думаю, что у меня есть причины сказать ей, нет Она мне нравится Умна, красивая и с чувством юмора, немного безрассудная, но не парню, который понес остановиться супергероем, едва оказавшись в новом мире и толком не вникнув в ситуацию, судить ее Новость о существовании в этом мире Фелиции Харди была встречена мной с воистину буддистским спокойствием Я уже отказался от попыток выяснить, в какой версии Марвел я нахожусь и что меня ждет в будущем и решил просто реагировать по ситуации, не то, чего бы мне хотелось, но ничего надежней в моем распоряжении не было О черной кошке я знал еще меньше, чем Гвинн Она горячая, из богатой семьи и она бортанула Питера Паркера в пользу какого-то вампира по имени Морбиус Откровенно скудно, но не критично Не помню, чтобы с ней были связаны хоть сколько-нибудь глобальные события, так что переживать особо не стоит Если столкнемся в костюмах будет видно, что она из себя представляет, рыпаться в ее сторону раньше времени нет никакого смысла Как исписывать ее со счетов, если я чего-то не знаю, или не помню, то это далеко не значит, что этого нет Да и судить человека по обрывкам воспоминаний тоже не дело Однако, приглашение на бал поставило перед нами одну задачу Не у меня, и у Пинни не было подходящей одежды для такого мероприятия Гвин мы тоже потащили с собой Благо, количество плюсов, принятое в этом мире, позволяло такие фокусы Паркер, скорее всего, будет занята фоткой различных толстосумов, так что мне нужна компания и защита от этих самых толстосумов Может я и переоцениваю смазливость своей мордашки, но лучше перестраховаться В общем, мы втроем отправились на шопинг В последнее время мы сталкивались с финансовыми трудностями, но Джеймсон в порыве внезапной щедрости заплатила Пинни за последние фотографии аж тысячу баксов, а я же попросту воспользовался таким лайфхаком как попросить деньги у мамы Узнав, что я иду на бал, Аманда не поскупилась и выдала мне довольно внушительную сумму У Гвин тоже были средства, так что никаких препятствий перед нами не стояло Уже на 15 минут больше, смеясь сказал я, посмотрев на секундомер запущенный на моем телефоне Так нечестно, ты специально взял первый попавшийся Возмущенно донеслось из примерочной кабинки Пинни Что здесь происходит? Но у нас с девушками вышел небольшой спор Они были свято уверены, что я потрачу кучу времени на выбор костюма для себя, а я был уверен, что справлюсь куда быстрее, чем они и оказался прав Зайдя в довольно респектабельный итальянский бутик, я, с посильной помощью любезных продавщиц, довольно быстро выбрал себе весьма приличный и относительно недорогой смокинг Даже денег на мороженое осталось и на супергеройские дела тоже А вот девушки задерживались, это было не так ужасно, как обычно изображают в некоторых историях, но это никак не мешало мне наслаждаться победой Впрочем, в споре кажется участвовали только мы с Пинни, Угвин, хоть она и поддерживала подругу во время разговора о времени необходимым парням и девушкам на выбор одежды, кажется были совершенно другие планы на этот шопинг Ну-ну, Сэм, дай нам немного фары, не все так уверены в своей внешности как ты, донеслось из соседней кабинки Шторы разъехались, явив мне обладательницу голоса, как тебе это? Да, Гвин определенно не собиралась участвовать в споре У нее была другая цель Она намеренно выбирала самые откровенные платья и демонстрировала их мне То грудь чуть из декольте не вываливается, то задница еле прикрыта, то все это сразу Сделай она так в моем родном мире, то я бы подумал, что она, мягко говоря, весьма легкомысленная особа Но здесь, думаю, это можно сравнить с ситуацией, когда парни козыряют перед девушками своими мышцами Здесь же скорее парень пожалуется на сексуальные домогательства Но, видимо, Стэйси уже поняла, что я не из тех, кто чуть что сразу бежит жаловаться Я твои трусики вижу Да, текущее платье Стэйси можно было бы назвать весьма приличным, если бы не одно, но Вырез идущий от подола платье был слишком уж длинным и открывал взгляду кусочек нижнего белья девушки Хм, действительно, так некрасиво, шторка снова ненадолго закрылась, но Гвин не собиралась менять платье Когда девушка снова предстала передо мной, кусочек ткани торчащей из выреза бесследно исчез, а теперь Теперь в самый раз, лучше было бы только голой, резюмирую с видом настоящего эксперта Интересно, что Пенни явно слышит наши разговоры, но никак не вмешивается Я немного опасался, что ее неуверенность сыграет с ней злую шутку и она напридумывает себе лишнего Однако, когда она выходила ко мне показать очередное платье, то на ее лице не было и следа недовольства Видимо, Гвин ей действительно нравится Гвин отступать явно не собиралась Интересно, чего она вообще так завелась? Злится из-за того, что в прошлый раз мне удалось ее смутить? Или ее разадаривает моя внешне слабая реакция? В любом случае, жаловаться я не собираюсь Шоу выходит отменным, так у меня еще и место в первом ряду Гвин, судя по ехидной мордашке, явно собиралась что-то ответить на это Мне было жутко интересно, что она собирается делать Неужели предложат раздеться прямо здесь? Но увы, получить ответа на этот вопрос мне было не суждено То ли намеренно решив прервать наши игры, пока они не зашли слишком далеко, то ли просто так совпало, но именно этот момент выбрала Пенни, чтобы показаться из примерочной О боже, ты обязана это взять Воскликнула Стейси, как только увидела Паркер Поддерживаю, улыбнулся я, потрясно выглядишь Правда Пенни явно не ожидала, что ее наряд возымеет такой успех и смутилась Синее, почти того же цвета, что и ее глаза, платье было в разы более скромным, чем все, что показывала мне Гвин Однако, все еще выгодно подчеркивала все достоинства невероятно стройного тела Паркер Дальше Пенни примерила еще несколько платьев, но все же остановилась на синем Гвин же, увидев, что она единственная, кто еще ничего не выбрал, довольно быстро, потратив всего минут 20, подобрала себе вполне приличное платье, которое хоть и не было таким консервативным, как у Паркер, но все же ничего лишнего не обнажала Правда ее хитрющий взгляд четко давал понять, что это был только первый раунд и мне стоит готовиться к реваншу Закончили мы, надо сказать, вовремя Мне уже пора было домой готовить ужин Я и так слишком часто стал отлыневать от этой обязанности Мама, конечно, относилась ко всему с пониманием, но мне не хотелось ее расстраивать Эта женщина и так слишком хороша, чтобы быть правдой Гвин Когда они проводили Сэма до дома, Пенни получила прощальный поцелуй в губы, ей и самой досталось, но только в щечку Ну, после того, что она сегодня вытворяла в магазине, таким ее было не смутить Мягко говоря, она немного переборщила Такое агрессивное заигрывание вполне могло привести к скандалу, а не положительному результату Но тут и проявлялись плюсы общения с таким женственным парнем, как Сэм, он на многие вещи смотрел с прикрытыми глазами Его в целом довольно сложно было представить впадающим в истерику Вообще, она не собиралась заходить так далеко, но его явно одобряющий взгляд заставлял действовать все смелее и смелее Во время ее последней выходки с трусиками, был большой соблазн снять их прямо перед ним и бросить ему на колени, чтобы посмотреть на его реакцию Благо, она удержалась, перебарщивать все же не стоило Слушай, Пен Пен, обратилась она к идущей рядом девушке, когда они отдалились от дома парня Я заметила, что Сэм даже не попросил за него заплатить, это всегда так Гвин хихикнула, когда Паркер нахмурилась, услышав свое прозвище Она ничего не могла с собой поделать, дразнить эту девушку было слишком весело Почти всегда, все же ответила Пенни, ну, я плачу за нас в кафе и кинотеатрах Но чаще всего он просто выбирает для свидания место, где вообще не нужно платить, вроде общественных парков Это была очень интересная информация Сэм уже вел себя необычно для парня, даже без учета всех этих супергеройских дел, а тут еще и это Конечно равнять всех парней под одну гребенку и говорить, что всем им нужны только деньги было бы неправильно Но не будет ошибка и сказать, что очень многие из них именно такие Итак, Сэм был красив Явно не из тех парней, что слишком сильно заботятся о своей внешности и, откровенно говоря, это делало тот факт, что он был настолько привлекательным, еще более впечатляющим Нимер Кантелин, слова Пенни лишь подтвердили недавно наметившиеся подозрения Ей нравилась Паркер, она была чрезвычайно милой, но совершенно не производила впечатления девушки, способной обеспечить парня уровня Сэма Добавить к этому тот факт, что он весьма благосклонно отнесся к ее сегодняшней выходке и его можно посчитать идеальным Единственный минус, это его супергеройская деятельность Она была не совсем уверена, как относиться к тому, что парень рискует собой Однако, не могла отрицать его заслуги на этом поприще Именно он додумался заглянуть в институт, кто знает, что бы произошло, если бы его там не было Также он нашел информацию об аппарате Ганали и он же придумал план, который и помог остановить доктора Коннорс Весьма впечатляюще А ты не будешь против, если, Гвин немного замешкалась, подбирая правильные слова, если я тоже попробую с ним встречаться Пинни не выглядела слишком удивленной ее вопросом, все же их с Сэмом Флирт не заметил бы только слепой, но отвечать не спешила, крепко задумавшись И Гвин не могла ее винить, трудно было не заметить, что у Паркер проблемы с самооценкой, она явно боится остаться на обочине, если у Сэма появятся еще девушки Да и не стоило сбрасывать со счетов банальное нежелание делиться Конечно все девушки понимают, что остаться единственной у парня никак не получится Однако, кто не захочет растянуть подольше момент, когда в отношениях вы только вдвоем Нет, не буду, в конце концов ответила Пинни, я должна провести с тобой беседу о том, что будет если ты его обидишь Нет, покачала головой Гвин, с трудом подавив желание дать положительный ответ, застенчивая Паркер пытающаяся ей угрожать должна была выглядеть просто умилительно На самом деле Стэйси была рада, что все прошло так легко Конечно спросить разрешение у нынешней девушки, прежде чем начинать серьезно ухаживать за парнем, было лишь формой вежливости Решение остается за мужчиной и только за ним Однако, если бы она начала действовать вопреки желанию Паркер, то это могло крайне негативно сказаться и на их дружбе, и на команде К тому же, насколько она успела изучить Сэма, он бы явно встал на сторону Паркера и ей осталась бы только разбитая корыта Но мы можем обсудить кое-что другое, поиграла бровями Гвин И что же? То, как ты поможешь мне захомутать твоего парня 18 плюс Неделя подходила к концу и, соответственно, приближался бал Не скажу, что так уж горел желанием побывать на вечеринке для знатных персон, но кое-что интересное из нее возможно удастся извлечь Информация никогда не бывает лишней, может получится что-то, или кого-то узнать Из примечательных событий последних дней, Антония Старк наконец-то сбежала из плена и вернулась в Америку Тут обошлось без сюрпризов, события развивались ровно так, как я их помнил Не уверен, хорошо это, или плохо Вернулась, собрала пресс-конференцию, уселась прямо на пол и, жуя бургер, заявила, что, Старк Индастрис, прекращает разработку и производство вооружения Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, шумиха поднялась просто жуткая Цены на акции компании рванули вниз со скоростью гоночного болида Хаммер Индастрис, и, Аскорб, наоборот, немного укрепили свои позиции Надеюсь, это сможет ненадолго отсрочить рождение Зеленого Гоблина Однако, слишком сильно рассчитывать на это было бы глупо Во-первых, прошло всего пару дней, а во-вторых, все чаще и отчетливее звучали слухи о том, что Совет Директоров практически в полном составе восстал против нормы Осборн Вряд ли кратковременный скачок, вызванный исключительно уходом с рынка лидирующего конкурента, а не заслугами самой компании, кардинально повлияет на ситуацию Я не упустил возможность заработать пару баксов в семейный бюджет и уговорил маму купить акции, Старк Индастрис, которые так стремительно равнялись по цене с туалетной бумагой Утрирую, конечно, но зная, что Антония вернет свои позиции, грех было этим не воспользоваться Аманда была моему предложению немало удивлена Малыш Сэмми никогда не интересовался бизнесом, а тут на тебе, матери советы дает Однако, совсем уж маразмом моя идея не пахла Да, сейчас по поводу детища Генриетты Старк царила настоящая истерия, но ее дочь не зря называли гением и предположение, что она сможет вытянуть свою компанию из ямы, в которую сама же ее и сбросила, было не лишено оснований В общем, Аманда отреагировала так же, как и на многие другие капризы своего сына и в конце концов согласилась Какого-то контрольного паркета, или безумных процентов от общего количества акций мы не накупили, не настолько наша семья богата, да и мама никогда бы не потратилась так, чтобы мы остались голодными, но все же нас ожидали неплохие дивиденды Конечно девочек я стороне оставлять не хотел и посоветовал сделать им то же самое, но ни мать Гвин, ни тетя Бенни, не захотели связываться с подобным Обидно, деньги нам были очень нужны Вообще, я много думал о дополнительных способах заработка Была идея заняться писательством и банально жульничать и переписать одну из книг, что были популярны в моем старом мире, но тут меня ждал облом Все, что я помнил достаточно хорошо, чтобы попытаться воспроизвести уже существовало в этом мире, пусть и в измененном виде От идеи написать что-то самому я отказался довольно быстро Во-первых, в жизни не писал ничего обе мне школьного сочинения, поэтому не факт, что у меня бы вышло что-то путное А во-вторых, мое представление о хорошей истории, да даже банально о том, как должны вести себя персонажи, довольно сильно отличалось от того, как это видели местные Дело ведь не в том, чтобы написать хорошую историю, а в том, чтобы она понравилась читателям Второй аргумент вполне можно было и отнести к идее кражи книги из родного мира Далеко не факт, что условный, Гарри Поттер, понравился бы местным в том виде, в котором его запомнил я Но все же у меня была одна идейка О чем задумался? Спросила Пенни, передавая мне кружку чая Мы были в гостиной ее дома только вдвоем Доктор Коннорс наконец-то смогла взять себя в руки и вернуться к работе, Гвин была с ней Я задумался над тем, как мне ответить на вопрос Паркер В лоб сказать, что о деньгах было бы не очень умно Только соль на рану насыплю бедняги О видеоиграх, я все-таки нашелся с ответом В видеоиграх Удивленно вскинула бровь Пенни, если хочешь поиграть то Взгляде девушки сместился на лежащую перед телевизором старенькую консоль У меня аж на сердце потеплело от ностальгии при виде PlayStation, столько воспоминаний из детства А вот Паркер явно стеснялась того, что не может позволить себе что-то по новее У нее еще был компьютер, но тоже не шибко хороший По факту, единственной действительно дорогой вещью в ее распоряжении была фотокамера, подарок тете Бенни Хочу, кивнул я, но речь сейчас не об этом, я о разработке Ты хочешь сделать свою игру? Еще сильнее удивилась Пенни Я хочу, чтобы мы сделали игру, втроем, я взял паузу, чтобы отхлебнуть чаю Нужно что-то простенькое, я бы даже сказал, почти примитивное, но захватывающее внимание Садись, я тебе сейчас все объясню Когда с книгами вышел облом, я переключился на простенькие мобильные игры Те, которые легко сможет повторить компания, пусть талантливых, но все же подростков, не обладающих особыми ресурсами на разработку Конечно большинство мобильных игр можно было отнести к этой категории, но нам нужно было еще и время сэкономить и я нашел такой вариант Флэппи Берд, в этом мире еще не было и я прекрасно помнил какого шума наделала эта игра и сколько денег поднял на ней разработчик Чисто теоретически, я мог бы справиться и в одиночку, ничего особенно сложного в этом не было Однако, девочками деньги нужны были не меньше чем мне А учитывая местный менталитет, то если разработкой займусь только я, девочки не возьмут с меня ни единого цента Так что, я собирался заставить два гениальных интеллекта, и свой среднестатистический, работать над игрой про птичку Гарантий повторить тот же успех, что был в моем мире не было никаких Однако, это не потребует от нас практически никаких усилий, так что попробовать стоит Думаешь получится? Пенни была настроена скептически и я ее совершенно не винил, если бы я сам не знал об успехе, который имела игра, то тоже вряд ли бы поверил в грядущий успех Мы же ничего не теряем, максимум один вечер работы, о том посмотрим Получится, хорошо, не получится, не особо то и обидно В любом случае, надо обсудить это еще и с Гвин, посмотрим, что она скажет На этом тема себя исчерпала и дальше мы общались о всяких пустяках Однако, одними разговорами дело не ограничилось Скажем так, чай закончился и мы оба захотели десерт Началось все с поцелуев и блуждающих рук Мои пальцы пробежались по спине девушки и довольно быстро нашли ее папку Она не отставала и, стянув с меня футболку, прошла с нежными пальчиками по моему прессу Месяц регулярных занятий спортом не прошел даром Качком я разумеется не стал, но намеки на так приятные женскому глазу кубики уже появились Дело только этим не ограничилось Я встал с дивана, опустился перед сидящей девушкой на колени и медленно стянул с нее домашние шортики вместе с трусиками Пинни, увидев что именно я собрался сделать, замерла рыбким зайчиком с выражением лица Выражающим одновременно удивление, возбуждение и предвкушение Не изучал этот вопрос специально, но, учитывая поведение местных парней Уболтать их поработать язычком должно я быть целым искусством Я же ничего зазорного в этом не видел Пинни, во время секса, всегда ставит мое удовольствие выше своего и не отплатить ей тем же, было бы натуральным свинством Ох, вырвался из девушки стан, когда мой язык впервые коснулся ее киски Я прислушивался к ее станам и старался корректировать свои действия в соответствии с ними, чтобы доставить ей как можно больше удовольствия Покрутив языком вокруг клитора, ласково надавливаю на него, опускаюсь ниже и провожу языком по всей щелочке сверху до низу и обратно Далее проникаю внутрь и делаю круговое движение, стараясь задеть как можно больше чувствительных точек Вернувшись к ее набухшей от возбуждения горошине, подключаю к делу два пальца и вхожу в девушку уже ими Пинни реагировала на каждое мое действие На какое-то громче, на какое-то тише Узнать какие действия приносят ей наибольшее удовольствие было не так уж и трудно Я ускорялся и замедлился, растягивая ее удовольствия Это не могло продолжаться вечно и девушка все же кончила, щедро окатив мое лицо своими соками Как раз вовремя Я и сам был уже возбужден до предела Ставший каменным член грозился вот-вот порвать штаны вместе с трусами Поэтому, я поспешил освободить его из плена Раздевшись догола, я поднял ноги Пинни и прижал их к ее плечам Практически сложив девушку пополам Гибкость девушки Паук очень хороша в такие моменты Перед проникновением я накрыл ее губы поцелуем и наши языки встретились Но в этом не было борьбе за господство, они просто ласкали друг друга наслаждаясь моментом Когда я вошел в нее, Пинни встретила это очередным стоном С прошлого раза ничего не изменилось и ее киска оставалась просто потрясающе тугой И хоть возбуждение подсказывало мне начать трахать ее с силой и скоростью отбойного молота Я удержал этот порыв и начал медленно, наслаждаясь каждой секундой этого действа, лишь постепенно наращивая темп Только членом я не ограничивался Мои руки и губы ласкали все до чего только могли дотянуться, пока мы находились в такой позе Пара поцелуев досталась даже ее ножкам Никогда не замечал за собой пристрастия к футфетишу Но качающаяся прямо перед моей лицом ступня с изящными пальчиками, показалась до безумия привлекательной Может это был одноразовый порыв во время возбуждения, а может я узнал о себе что-то новое В будущем, стоит изучить этот вопрос детальней, сомневаюсь, что Пенни будет против Сама девушка, между стонами, пыталась отвечать на мои ласки, тянулась губами к моему лицу и бормотала всякие ласковые глупости Пенни, как это часто бывает, кончила раньше меня Я понимаю, что это особенности женской и мужской физиологии этого мира, но все же такие моменты неплохо поднимали мне самооценку Впрочем, я продержался не шибко дольше Еще буквально десяток фрикций, после оргазма девушки, и я наполнил ее нутро своим семенем Ух, это было что-то, прошептал я, когда отдышался после оргазма И это только начало, улыбнулась Паркер, прекрасно понимающая, что только на этом мы не остановимся Субтитры сделал DimaTorzok